10 человек это то, как рекомендуют авторы этого курса, но и из практики, если кто-то не пришел, кто-то там не сделал домашнее задание, 5-6 человек активно участвуют. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если нет, пойдем на переговоры. Есть вопросы по общему. Мы говорили о том, что 7-6 урок нужно дополнительные инструменты использовать. Основной инструмент, я правильно понимаю, что мы используем вопросы сердца, или здесь есть какие-то инструменты или вопросы, чтобы добраться до правящего желания? Сам курс самодостаточный. Достаточно. Да, но ты можешь обогащать его, обогащать его вопросами сердца на любом уровне. Я его еще добавляла тестом царь-священник Таро. Могла еще добавить тест по гордости и смирению. Что у тебя в руках, ты всегда можешь обогатить этот тест. Но он сам по себе, как базис. Еще мне хотелось бы, чтобы Наташа и ты поделилась. Какие результаты? Какая динамика? Что изменилось? Изменилось в церкви, в этой группе, в атмосфере? Какой вы видите результат? О чем люди говорят? То, что я вижу в новой жизни, что изменилось? Есть группа людей, которые пропитаны библейскими шпорченниками, которые собираются каждую неделю и разбираются. Это то, что появилось? Да, разные кейсы. Я могу сказать, что их мышление действительно поменялось. Есть просто те, которые прошли, получили для себя какие-то перемены, искренне радуются, но душепопечения никак не двигаются, потому что это не цель. Этот курс не производит душепопечителей, этот курс производит, ну как сказать, производит, это очень грубо, он не самодостаточен. Бог производит через этот курс изменения в жизнях людей, и ты это наблюдаешь. Во время празднования, Оксана будет говорить, у нас большая часть, когда люди выходят, делятся свидетельствами. И мы действительно наслаждаемся этим временем, потому что они делятся реальными победами в своей жизни. Вот девочки тут присутствуют, которые были на курсе. Они тоже живые свидетельства, что курс эффективный. Ну, в смысле большой картины, на постарей тоже это произойдет впечатление. То есть они стали рекламными агентами виплейского душепопечения, как минимум. То есть раньше они были противниками в каком-то смысле, ну не ярыми противниками, но скептическими. Сейчас они больше, они всех ободряли лидеров, проходить курс, как изменяться о людях. Когда я общалась с Анатолием Ивановичем, он мне вообще сказал, так, нам надо душепопечителей для постарей, душепопечителей для старейшин и отдельно душепопечителей для всех членов церкви. Я говорю, Анатолий Иванович, это невозможно. То есть ты не можешь для церкви тысячу человек, тысячу душепопчителей. Ну, грубо говоря, ну пусть 500. Говорю, это не наша цель, нельзя умножать душепопечителей. Нужно сформировать атмосферу, когда каждый член церкви помогает друг другу. Квасит, да, в нужном направлении. То есть помогает библейски смотреть на неузгоды жизни, на обычные вещи, да. То есть это не то видение, которое, в принципе, но такая вот идея у него говорит о доверии. То есть он понимает, что плейское душепчение – это хорошо. Раньше был очень большой скепсис. Это как результат внешний, а внутренний. Ну, у человека есть свое сокровище, которое он вынес. Плюс есть помощники, которые задействованы и выросли. Это тоже хорошо. Даша, ты что-нибудь добавишь? Я добавлю, в принципе, это все сказали. Количество? То есть 100 человек в новой жизни, 100 человек в Пиладельфии, то есть у него, с которой прошли? Ну, я бы сказала, что вот эти вот, ну, вот эти вот группы, которые мы провели, они больше способствовали как популяризации такого душепопечения в церкви, да. Вот этого библейского взгляда на проблемы, на выход из них. Вот. Сейчас уже хочется ставить какие-то другие цели. Мы провели эти четыре группы. Сейчас уже хочется ставить немного другие цели. Вот. Не знаю, что в новой жизни мы повлияли не только на новую жизнь, но нам пришли люди с других целей. Это очень, как бы, интересно получилось. Да, в новой жизни приходило 70% людей из других целей. Это тоже прикольный вариант, потому что ты влияешь не только на своих целей, но и на других целей. Тоже, опять же, этот курс, он не самодостаточный. Он очень зависит от, ну, то есть есть лидер, есть человек, который пришел, и есть Бог. Лидер, у него есть свои плюсы, минусы, слабые, сильные стороны, да, которые влияют, да. Есть человек, его способность сместить то, что ты ему говоришь. Есть Бог и его время. То есть есть люди, которые пришли и ушли одинаково, без изменения. И это всегда будет, да. Это никак не с этим нет. А есть люди, которые действительно пережили глубокую перемену. Что мудрее делать? Брать курс и заряжать его через малые группы? Или же брать курс, собирать сначала лидеров, с ними проходить, а потом они, чтобы проводили это в малых группах? Провокационный вопрос. Я же постарей его проводить. Ну, не заставила, а мотивировала его проводить. То есть, как по мне, лучше... Какие ты думаешь? Мой вопрос, лично мой вопрос. Способен ли лидер малой группы, вот, пускай он не совсем... Отчасти он знаком с кандиджкаю провести. Или полезнее для него сначала пройти в таком, как бы, лидерском составе, а потом уже, чтобы он вел это в малой группе. То есть, с одной стороны, для меня ценно время, вот это вот растяжка, растягивание делать. То есть, три месяца сначала здесь, потом он другие три месяца будет. Понимаешь? Да, понимаю. Ну, смотри, есть такой принцип, широко известный, называется, видение протекает. Знакомы с этим принципом. Видение всегда протекает. То есть, ты передал... Что это значит... Ну, представь себе, ведро с дыркой, да? И я налила воду, а под этим ведром есть другое ведро. Вот. Нет, не так. Я налила, а в ведре есть дырка. Вот. И следующий человек берет это ведро, которое я наполнила, да? Перелил к другому. Ну, протекло ж много тоже, да? И так следующее. И к концу... В каждом поколении видение меньше. Борстка вообще, да? То есть, меньше и меньше. Соответственно, если у вас есть видение, и вы движимы, и вы близкими изменениями, и вы по одному преподаете этот курс. Люди, которые вас услышат, проведут, они его проведут меньше. Но если человек вообще далеко, то он проведет. В этом нет проблемы. Но качество будет другим. Какой формат выбрать КБЦ? Очень много составляющих, которых я не знаю. Ну, то есть, время... Сложно мне вот так вот прямо скажу сказать. Но я фанат большой, форматом большого курса, именно потому, что видение протекает, и именно из-за импульса, который сохраняется. Импульс большой аудитории. Я понимаю, что есть другие минусы, то нужно собирать людей в одном месте. Но я видела позитивные. А большая группа вы тоже делали раз в неделю? Раз в неделю, да. Надо максимально сжато работать раз в неделю. Ну, это не значит, что такие форматы не имеют права на жизнь. Я просто лично... Вот этот импульс, который мы недооцениваем, он действительно важен. Получается, если проводить в формате вот такой вот малой группы, именно конкретно тех людей, которых ты видишь потенциал, допустим, быть душепопечителями, пробовали ли вы, и какой результат? Достигается ли этот результат? Если собрать для такой вот проведения малой такой вот группы, именно тех, у кого способны? Ну, я проводила в разных форматах для разных людей. Проводила в миссии «Украина для Христа» для сотрудников, которые постоянно занимаются евангелизацией, и настаточством. Это был... Вот этот курс, как изменяться люди, он больше направлен на человека, да? То есть, а мы ожидаем и душепопечения, чтобы он вырос. Ну, у него на выходе будет понимание, каким образом человек меняется, но не будет понимания, как другого человека к этому подвести. Так, все, что он может сделать, он может взять курс и провести его для другого человека. Вот этот курс орудия благодати, он больше... Ну, его нужно, ты знаешь, его нужно немножко больше дорабатывать. Но он служит людям в их проблемах, то есть у миссионеров есть свои сложности. Из вашего досвіду, из усього, что вы уже проробили, то в чем наибольший вы шкодны? Какой интересный вопрос? Вы знаете, я действительно не думала, о чем я сожалею. Я не сожалею об этом всем процессе. Это был сложный процесс. То есть, от начала того, когда я сама лично его прошла и до весны, когда мы закончили курс новой жизни, я видела, меня это очень сильно назидало. То есть, это тоже еще такой хороший момент, потому что он тебя не оставляет в покое, ты не можешь расслабиться, тебе надо все время работать над собой. И это очень здорово, это большой подарок от Бога. Я не думаю, что я в этом курсе о чем-то жалела, если честно. Это, я так думаю, такая первая часть, ответственность, особистая реакция. А стосовно охопленных людей, по тому, как они реагировали, что говорили, что потом передавали, звичайно, есть плюсы. Но есть ли у них какие-то негативные вещи, и так далее. Про что можно было бы, что было бы. Знаете, когда мы праздновали, и люди выходили, делились своим впечатлением, я не слышала ни одного негативного отзыва. Может, я мало слышала. Люди говорили, что мы будем рекомендовать этот вопрос членам наших групп, или из наших церквей, чтобы они тоже участвовали. Даже говорили такие вещи, мой друг, он говорил, я 20 лет ходит в церковь, говорит, я пришел сюда и ощутил жизнь. Вот здесь жизнь, открытость, откровенность, то, что люди не прячутся, вот такие вещи. Я не видела каких-то ярых противников, они не приходили. А здесь курс, он не очень-то на грехах так сильно сфокусировал, он очень сбалансированный, на самом деле. Он такой позитивный больше. Я не знаю, даже ты слышала какие-то негативные, я думаю... У нас в группе был парень, который просто домашнее задание не готовил. Просто не готовил. Ну, это, наверное, об одном и том же говорили. Наверное. Но самое интересное, что в конце он все-таки высказал позитив. То есть он говорит, он коснулся моего сердца и по-другому начался. Я могу сказать, вот сейчас о негативе, только мой муж страдал, потому что я в каждую следую уезжала. И мои дети, они говорили, мы не любим среду, потому что ты уезжаешь, и тебя нет. Вот это единственное. Потому что это требует времени, но перемены в людях они зажигают. Или действительно, ты видишь этих перемен. Ну, тут есть компенсация. Да. Ну, и шторм. Есть еще вопросы? У нас еще осталась одна часа. Оксаночка расскажет. Идем на перерыв? Идем? Да. Давайте-ка 5 минут встанем, разомнемся. Это последняя часть, она образование, она классная часть. Субтитры делал DimaTorzok с 9 до 6. Я говорю, а нам сейчас это предстоит через неделю. Уже пришло? Уважения пока нет. Мне пришел куратор, спасибо, получила работу. Я правда 2 дня уже вручку не заберет. Нет, нет. Мне не было. Мне не было. Кто с нами? Я не буду. Я не придумала в обительных причин. Я не буду. Я не буду. Нет. Просто китайскажут. Я не буду. Ну, понятно. Хороший блок. А еще подоги. Меса? Нет. Меса тоже не удивлена. Я хочу передать. Меса. 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 Спасибо. Спасибо.